В эфире программа 112 «Инструкция по безопасности». Мы расскажем вам, как не стать жертвой мошенников, что однажды может спасти вам жизнь, здоровье и имущество. И в начале выпуска сводка ОМВД по Ненинскому округу за минувшую неделю. За прошедшую неделю на территории Ненинского автономного округа зарегистрировано 162 происшествия. Из них с признаками состава преступления 20. По 14 преступлениям лица, причастные к их совершению, установлены. Общее количество выявленных административных правонарушений на территории округа – 270. Из них за распитие алкогольных напитков в общественных местах, появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения привлечено к ответственности 61 гражданин. Изъято 7 единиц оружия. Зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с причинением вреда здоровью одно. Так, 26 марта в вечернее время в приемный покой окружной больницы доставлен мужчина, 75 года рождения, который помещен в хирургическое отделение. Установлено, что мужчина, передвигаясь на велосипеде, столкнулся с автомобилем. Автомобиль с места происшествия скрылся. Однако виновное лицо установлено с помощью АПК «Безопасный город». За прошедшую неделю нарядами ДПС составлено 149 административных материалов. Выявлено 5 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и 2, не имеющие права управления. На прошлой неделе сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток», направленное на профилактику и предупреждение правонарушений несовершеннолетних, выявление лиц, вовлекающих детей, противоправные действия, пресечение повторной преступности, алкоголизма, наркомании, табакокурения в подростковой среде. По итогам работы проверено 28 несовершеннолетних, состоящих на учёде в отделе по делам несовершеннолетних, 8 семей группы риска. Составлено административных протоколов 3. Вопрос нелегальной торговли алкоголем требует разрешения. Ежегодно в регионе сотрудники полиции изымают и уничтожают десятки тысяч литров нелицензионного алкоголя. Несмотря на принимаемые меры, желающие незаконно сбывать доходный товар находятся вновь. Самое рыбное место нелегальной торговли алкоголем в Наринмаре – ночные клубы. Их хозяева время от времени меняют название заведений, но не изменяют своим привычкам продавать алкоголь, не имеющий лицензии и документов о производстве и обороте. К тому же спиртосодержащая продукция в ночных барах чаще всего контрафакт. Только в 2015 году сотрудники полиции изъяли из нелегального оборота более 15 тысяч литров алкоголя, в том числе контрафактного. Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму более 200 тысяч рублей. Проблему алкоголя и ночных заведений подняли на планерке. Ситуация здесь неблагоприятная. Периодически эти заведения становятся местами, они стали совершать постучения, откажут телефоны, где никак не говорили, на нужные инфорты шприцов. Здесь я предлагаю требовать вопрос, разособленные местным самоправлением и уже основу вопроса о закрытии этих заведений. По мнению главы региона, решать проблему нужно сообща. Глава округа Игорь Кошин поручил создать рабочую группу из представителей поселка Искателей, Наринмара и УМВД для разработки конкретных предложений. К проблеме должны подключиться и главы муниципалитетов, в которых процветает продажа спиртного на дому. Коллеги, проблема существует. Причем, ладно, если бы у нас не было возможности купить легальный алкоголь, такая возможность сегодня есть. Вопросов никаких нет. Сегодня введена эта новая система контроля, которая позволяет отследить и качество, и количество, и все связаны с этим вопросом. Мы дошли до того, что у нас на разлив уже продают люди. Знаете, у нас поселки превращаются в рюмочные. Проблема алкоголя не была бы острой, если бы не последствия его употребления. Согласно данным УМВД, практически каждое тяжкое преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. В национальном рейтинге трезвости Ненинский округ попал в третью группу. Туда попали субъекты России с высокой смертностью, заболеваемостью и преступностью, связанной с потреблением спиртных напитков. Также в рейтинге учитывается объем продажи алкоголя. Сегодня в Ненинском округе действует закон, ограничивающий продажу спиртных напитков в определенные дни и места. Их устанавливает администрация округа без согласования с собранием депутатов. Уже установлены три даты. 1 сентября, 1 и 27 июня. Управление агропромышленного комплекса предлагает ограничить продажу алкоголя в дни ярмарок и убойной кампании. Глава города предложила распространить действия закона в дни выпускных экзаменов. Однако за предпринимателей, ведущих розничную продажу алкоголя, вступились федеральный инспектор и глава Департамента финансов. Касается данный законопроект 125 субъектов. Поэтому нет расчета выпадающих доходов этих субъектов. В среднем это получается где-то месяц работы. И мы посчитали, что это обязательный расчет, обязательно опрос, обязательно мнение субъектов. Также мнение предпринимателей будет учитываться при разработке еще одного закона. Он сегодня разрабатывается в собрании депутатов. Новый документ должен ограничивать время продажи алкоголя в местах общественного питания, кафе, ресторанах и барах. В поселке Красное произошло ДТП с участием снегохода «Буран». Пострадал несовершеннолетний ребенок 6 лет. Об этом сообщает отдел ГИВДД по Ненецкому округу. ДТП произошло около 6 часов вечера в районе улицы Полярная, дом номер 1. По данному факту сотрудники ГИВДД проводят проверку, выясняют обстоятельства случившегося. Водитель снегохода «Буран» при движении допустил падение пассажира с транспортного средства. В результате ребенок, который находился на заднем сидении за водителем на снегоходе, выпал и получил телесные повреждения. Ребенок был доставлен в Ненецкую окружную больницу. По словам главного врача, на восстановление потребуется минимум две недели. До полного выздоровления ребенка не менее двух месяцев. Жительница Ненецкого автономного округа перевела телеэкстрасенсам 1 миллион 300 тысяч рублей. 23 марта в дежурную часть управления МВД по Ненецкому автономному округу обратилась пенсионерка, которая стала очередной жертвой мошенников. Как сообщает пресс-служба управления со ссылкой на слова потерпевшей, по телеканалу Нано ТВ она посмотрела передачу про экстрасенсов, которые убедительно рассказывали, как избавляют людей от разных недугов. Как утверждает заявительница, все выглядело убедительно. Фамилии, контактные номера телефонов на экране. В тот же день она позвонила по указанному номеру телефона. Трубку взяла оператор. Пенсионерка рассказала, что ее сыну требуется помощь. Собеседница задала ряд наводящих вопросов и соединила пожилую женщину с экстрасенсом, которая заявила, что непременно поможет звонившей. Но за эти услуги нужно заплатить. В период с 17 февраля по 18 марта женщина ходила в банки и переводила по 100 тысяч рублей и больше. Все это время экстрасенсы уверяли, что проводят соответствующие ритуалы и будут проводить их в будущем, пока не появятся результаты. В течение месяца женщина перевела телевизионным лжецелителям 1 миллион 311 тысяч рублей. И только после этого осознала, что стала жертвой мошенников. Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой не верить рекламе экстрасенсов и чудесных лекарств, не переводить деньги на неизвестные счета. При необходимости рекомендуется связаться с близкими или с сотрудниками полиции и проконсультироваться. И в завершении выпуска информация о зимней автодороге. По состоянию на 29 марта 2016 года на зимнике Наринмар-Усинск введено ограничение движения. Со стороны поселка Харягинский в Наринмар проезд разрешен только для полноприводных легковых автомобилей. Со стороны Наринмара для грузовых и полноприводных легковых транспортных средств. По данным подрядной организации «Транзит», отвечающей за содержание зимника, решение об ограничении движения по зимнику принято по итогам выездной рабочей поездки на трассу и связано с повышением температуры воздуха. ГУМЧС России по Ненинскому округу отмечает, что за прошедшую неделю спасателям не пришлось оказывать помощь на зимнике автовладельцам. И в дальнейшем рекомендует всем перед выездом на временную дорогу получать оперативную информацию о ее состоянии. Получить актуальную информацию о состоянии зимней дороги на Усинск можно в районе базы Наринмар-Доримстрой, на информационном табло или в круглосуточном режиме по телефону единой дежурной диспетчерской службы 112. Также о состоянии зимника можно узнать по телефону подрядчика, обслуживающего дорогу 8 911 650 40 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова